Продолжаем мы еще с подключением одного замечательного человека Если честно, прямо с большим удовольствием говорю, что еще один гость к нам присоединился Александр Ноткин И мы, конечно, все его давно-давно знаем Сейчас, подожди, эх, к сожалению, не видно прямо вот реакции Жени Сидоренковой на Сашу Но это была просто фантастика Привет, Юля, привет, спасибо Саша, ты можешь, дорогой Для наших радиослушателей, что мы с Женей Сидоренковой учились на одном курсе в Питере Да, мы однокурсники Они не знали, присутствуют друг в друг сегодня в эфире Отлично Юля, это судьба, мы должны были все встретиться втроем Саша, привет, очень рада тебя слушать Привет, привет, Женя Ну хорошо Между прочим, он пожаловал тоже с хорошими новостями А я знаю его новости Да? Он открывает школу Ну вот, думаю, как-то приблизительно Все уже все знают А ты знаешь, дело в том, что еще, помимо всего прочего, этот человек преподает актерское мастерство на русском, английском и иврите Я знаю, в Ли Страсберга университете Он там преподает И еще он преподает в Москве, на минуточку, в Гитязи А вот сейчас у него онлайн-школа своя открывается Поэтому из любой точки страны и вообще мира можно просто присоединиться Саша, рассказывай, возрастные какие-то у тебя есть цензы, кастинг будешь ли ты устраивать Или это просто ты делишься своим мастерством Или нам с Юлей еще не поздно присоединиться Нет, вообще не поздно Пошли педагогами На самом деле мы уже сейчас находимся на моем занятии Друзья, я расскажу, да, во-первых, спасибо большое Юля, спасибо Женя за такую прекрасную рекламу Да, я расскажу в двух словах нашим радиослушателям Дело в том, что... Это не любовь Это любовь Чем он отличается, в принципе, от других курсов Занятия, которые я веду в институте Ли Страсберга в Нью-Йорке И занятия, которые я веду в ГИТИСе Они предназначены для профессиональных актеров или для студентов театральных вузов То есть, которые связали свою жизнь навсегда с актерской профессией Чем отличается этот курс от тех занятий? Тем, что здесь я открываю свои двери для людей, которые... Ну, не только для профессиональных людей, но также для людей, которые ничего общего с актерской профессией не имеют Например, люди, которым нужно подготовить бизнес-презентацию или какой-нибудь доклад Провести какие-нибудь переговоры Просто улучшить свою речь Или, например, избавиться от каких-то зажимов Или, например, выступать перед публикой В этой программе я создаю отдельный ряд занятий для каждого студента То есть, для каждого студента создается отдельная индивидуальная программа В зависимости от тех целей и тех задач, которые ставят перед собой ученики Ну, естественно, профессиональные актеры тоже приветствуются У меня есть много актеров, которые поступают в центральные вузы Или, например, готовятся к кинопробам А вот актерскую визитку ты тоже можешь помочь сделать, да? Да, конечно Потому что сейчас вот как раз это такая же история, которая действительно необходима И еще я знаю очень многих людей, которые во время пандемии читали детям Читали взрослым вслух И очень мечтают встрять в... Ой, прости за выражение В такую историю, как озвучивание книг Аудиокниг То есть, если с тобой тоже это пройти Убрать все интересные акценты Шепелявости И у тебя, может быть, есть еще и какие-то тропинки, дорожки Чтобы кого-нибудь предложить куда-нибудь Потому как понятно, что круг общения твой очень широк И сказать, что вот у меня есть талантливый студент Попробуйте его для озвучки какой-то там книги Это было бы неплохо Есть у тебя такое? Не только с трудоустройством в дальнейшем, но просто Я занимаюсь также и сценической речью, и дикторским искусством И если родители хотят читать книжки своим детям Или если человек хочет попробовать себя в профессии диктора Я тоже этим занимаюсь Ну и, конечно, я также занимаюсь кино Индустрией кино Поэтому, если есть талантливые дети Которые подающие надежды И которые подойдут в какой-нибудь проект с удовольствием Если звезды совпадут Я буду очень рад порекомендовать того или иного ребенка Отлично Так, ты по Zoom проводишь занятия Как тебя найти? Теперь еще один вопрос, и мы вернемся к Женьке Да, меня найти очень просто Можно позвонить по телефону Или еще лучше написать СМС Телефон такой 201-620-1290 Напишите СМС Напишите, что вы по поводу актерской школы 201-620-1290 Или можете написать мне Имейл alexnotkin27 собака.gmail.com Очень легко Можно найти тебя, Алекс Ноткин, на страничке на Фейсбуке И могу просто сказать, что тот голос, который вы слышите Это голос Аватара на русском языке Он озвучивал Аватара А еще он голос Михайловского театра Поэтому, если вы планировали поездку куда-то далеко за океан И попадете в Михайловский театр И услышите там Уважаемые зрители Это он тоже И услышите там Добрый вечер Это красиво Спасибо, Юля, за такую прекрасную рекламу Да не рекламу это Я делюсь тем, что нравится А мне очень нравится То, на каком профессиональном уровне То, с каким допуском Близостью с какой ты это делаешь И с взрослыми людьми И с теми, кто просто сомневается И, конечно же, с детьми Спасибо тебе большое Алекс Ноткин Счастливо, до новых встреч Спасибо, Юля Спасибо, Женя Счастливо, до новых встреч И приходите в мою школу Спасибо, Юля